Украина очень активно участвовала в виде 777 пациентов. Было набрано с 2009 по 2010 год. Я сегодня буду говорить о результатах двухлетнего наблюдения. Критерии отбора. Прежде всего, это документированная ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе. Это пациенты, которым была проведена коронавирусная география. Это пациенты с болью в грудной клетке, с типичной стенокардией, подтвержденной ишемическим ответом при стрессе и рептокардиограмме. И пациенты, которые прошли ревоскаляризацию. Собирается информация о электронной серии РГФ. Наблюдаем, я уже сказал, в течение детей месяца. И каждые 6 месяцев телефонный звонок вопросов о состоянии обездоровья пациента. Большая анкета с большим перечнем вопросов, характеризующих пациента, факторы риска, какие вмешательства были проверены, какая проводится терапия. Если говорить об исходных данных, вот обратите внимание, чем отличаются наши пациенты. Дальше сравнение будет наших украинских пациентов, которые вошли в это исследование, 777 человек. По сравнению со всей группой пациентов, все другие страны. Видите, наш пациент моложе, 57 лет. Чаще переносит инфаркт миокарда в анализе, 81% по сравнению с 59%. Артериальная гипертенция, чаще, 78%. Хроническая сердечная недостаточность по сравнению с 15% в общей группе и 77% у нас. Значительно лучше. Но здесь есть, наверное, и объективный фактор, потому что это пациенты больше количества случаев, если инфаркты миокарда. Но все-таки гипердиагностика, постановки диагноза хронической сердечной недостаточности у нас существует. Понимаете, это не любая отрывка. У нас достаточно пациенту, пожалуйста, на ныжку, в другую отрывку мы ставим диагноз сердечной недостаточности. Тем не менее, это все равно более тяжелый контингент. И эти пациенты, несмотря на тягость, реже были подвергнуты операции провосклерозации, а именно вот это данному, сшифированию или стемпированию. Надо сказать, что, безусловно, в это исследование вошли амбулатории хороших клиник в крупных городах. Как правило, курировали эти проекты известные вам профессора. И, в общем-то, если говорить о глубинке, то там ситуация, по-видимому, выглядит еще хуже. Частота сердечных сокращений и артериальное давление в начале исследования. Вы видите, что наши пациенты хуже у них контролировалась частота сердечных сокращений. 76,79, по сравнению 68,67. И уже контролировалось артериальное давление 136,84, а во всей группе 131,77. Мы подытожили первый год этого исследования, публиковали совместно с нашими европейскими коллегами статьи в украинском журнале. И, в общем-то, это было отмечено европейским обществом. И вот цитата из статьи. Как же выглядит наш пациент? Он чаще... Наш средний статистический пациент чаще встречается от инфаркт миокарда в анализе, чаще от сердечной недостаточности. Это более молодой пациент. Такие словки, это более тяжелые пациенты. А вот лечение по сравнению с общей группой в начале исследования. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на столбики ингибитора ангиотензина, превращающего фермента. Мы значительно чаще назначаем. Вы видите, 82, а в общей группе 31%. Караксан. Ну, так как этот проект курировался фирмой Сергея, а мы, ну, наши начали исследовательские исполнительные, мы чаще назначали караксан, чем в других странах. Видите, тут 50%, а в других странах значительно ниже, там, менее 10%. Затем, блокаторы кальциевых каналов мы назначали несколько реже, чем в других странах. Так, и значительно чаще мы назначали нитраты, практически в других странах два раза ниже. Это показатель протонгированного действия. И другие препараты. Ну, что такое другие препараты? В общем, это группа метаболическая, да, которая вообще не оказывает никакого практического действия. Ну, может быть, только один препарат, термитазидин, имея доказательную базу. Ну, сейчас имеется еще доказательную базу аналозит, так. В других странах, видите, реже назначают эти препараты. Вот результаты регистра «Кларифайф» через два года наблюдения. Это анализ данных, полученных в Украине. Еще раз подчеркиваю, хорошие клиники были, хорошие врачи. И таким образом мы контролировали у этих пациентов факторы риска. Курить никак. Вес тоже никак не изменялся на протяжении лет. Объем талии практически тот. То есть факторы риска плохо контролировали и практически вообще не проводим никакой работы с пациентом. Систолическое антиграрное давление. Достоверность есть у нас 126,32. Диастолическое 84,82. Частота сердечных сокращений немножечко. 70, ну, 11, считайте, и 69. И частота сердечных сокращений по данным антиграммамы тоже. Ну, все равно достоверность есть. Это получается 60, 70, ну, 50, 7. Сценокардия. Несколько уменьшилось количество регистрируемой стенокардии. Функциональный класс, вот небольшое, второе повышение. Функциональный класс, третье, некоторое снижение. Некоторое снижение, ну, это в пределах, в общем-то, статистической ошибки. Сценокардия остается на том же уровне. Это уже в процессе наблюдения через три года. Как изменилось течение? Ну, вот там, где нарисованы стрелки, там оно изменялось. Да? Вот блокаторы, значит, прошу прощения, и вопротили. У нас в группе повышалось несколько и вопротили. Так? Длительные нитраты, тенденция к снижению. Наверное, это правильно. Вы знаете, что нитраты, в общем-то, которые назначаются по локтированному действию, с больными шимиками болезни сердца, если нет болевого синдрома, то их вообще назначать не надо. Ну, и есть некоторые проблемы. Проблемы полиарабности и предъявленного назначения нитрата по локтированному действию. Как это ни парадоксально, несколько ухудшается функция эндотезия. По крайней мере, есть экспериментальные работы и есть данные метаанализа, что, в общем-то, это справедливо. Теперь увеличились ингибиторы протоновой, ну, наверное, немножко грамотнее начали назначать, потому что, вы знаете, антипрепараты назначались тем пациентам, которые есть риск кровотечения при назначении антипрепаратических препаратов. Вот в Европе в прошлом году был представлен новый анализ, и у нас был еще такой спорт, дискуссия, у профессора Трухоменко, я читал эту лекцию Вардас, профессор Вардас был у нас на Конгрессе в прошлом году. И назван этот анализ был географические особенности ведения пациента с ашемитской болезнью сердца. Мы были объединены вместе со всей, вот видите, Россия, Украина, другие там Европа, Азия, Индия, там, Восточная Европа. Я думаю, что, наверное, это объединение не столько по географическому, понятно, поскольку, наверное, по тому социальному статусу, в котором находятся наши пациенты, то есть мы и бывшие страны, поспавшиеся Советского Союза, они имеют определенные экономические проблемы. Прежде всего, этот анализ отражает эти экономические проблемы, это безусловно, а не географическое положение. И чем же вот отличались наши больные, еще раз почерпаю. Зелененький Макверина – это самый низкий показатель, красный самый высокий, то есть наши пациенты были несколько моложе, меньше всего было у нас в этой когорте мужчин, больше инфарктов миокарда, то, что я уже говорил, меньше было ревосклеризации, значительно меньше. Так, чаще встречалась стенокарбия, синдром стенокарбии, и чаще стенокарбия второго, третьего функционального класса. Факторы риска. Гипертензия. Несколько чаще встречалась гипертензия. В других странах, видите, около 70%, у нас 70% и несколько ниже сахарный диабет. 17% в большинстве других регионах, не странно, но в других регионах, видите, и 28%, и 24%, и 30%. Может, некоторая недодиагностика, но, по-видимому, вы знаете, вот эта цифра от 20% до 25% всегда колебны со разных исследований, как у нас у Хаэлли. По-видимому, действительно, это соответствует действительности. Лечение, как я уже говорил, мы чаще назначали бета-атреноблокаторы, вы видите, 87%, мы чаще назначали этим пациентам и вопротин, в этом исследовании, еще раз подчеркиваю, да, и ингибиторы ангиотензин, превращающих ферменты, и реже назначали сортаны, значительно лет, в других регионах намного чаще. А как же, назначая и бета-атреноблокаторы, и ингибиторы, достаточно часто, как же мы контролировали артериальное давление? Контроль артериального давления был значительно хуже, несмотря на более частое назначение антигипертензивных лекарств. Я потом объясню, почему это происходит. Видите, вот оранжевые столбики, это контроль артериального давления пациентов у нас был несколько ниже, чем у региона. Контроль в уровне липидов. Такая же ситуация. Несмотря на то, что мы достаточно часто назначали статины, по сравнению с другими регионами, у нас репопроты низкой плотности реже достигали целевого уровня, чем у других, чем у пациентов их региона. Но имеется в виду здесь спорная группа. Украина плюс Россия. О чем я говорю. И контроль частоты сердечных сокращений. Несмотря на то, что мы назначали пэтаторы на блокаторы, как бы чаще, так и и в обратил. Чаще у нас был контроль частоты сердечных сокращений. Уважаемые. Чем же это объясняется? Вот посмотрите данные, которые очень совпадают с этими данными, которые мы еще получали в 2010 году. Вот исследование пульса. Там тоже были в клинике достаточно хорошие. И вот что отмечалось. Пэта-дренапокат. Мы выявили, что назначает тогда обязательно 68 случаев на мишеческой болезни сердца. Посмотрите, средняя доза же. А средняя доза 5,5. Бесопровод. Ну, еще более-менее доза, хотя хотелось бы, чтобы она была несколько выше даже среднего. Но метапровод, учитывая то, что это, например, не метапровод субцина, а метапровод татра, который должен приниматься не два раза в день, а три раза в день, то доза 52,5 мл в сутки она вообще минимальная. Минимальная. Но мало того, что дозы низкие, еще и принимает наши пациенты очень плохо. Это нам показали несколько исследований. И поэтому, по-видимому, получаются такие моменты. Ну, и в связи с этим и смертность у нас была тоже выше. Вот общая группа 1,46, у нас 2,06 в течение первого года и 3,63 в течение второго года. И структура смертности была другая. Обратите внимание, если в общей группе 1,46 смертность и половина из них была не кардиальной смертности, то у нас 2,06 и вся кардиальная смертность. Но это, наверное, не отражает истинную ситуацию. Мы просто, пациент, который умирает, у него поставлен диагноз и шемицкая болезнь в сердце, в жизни диагностики при вскрытии не идет. Сразу записывают и шемицкую болезнь в сердце, и долго, как говорится, не думают. Потому что практически у нас вообще нет другой смерти. Вот 6-25%. Это неправильно. В пути оптимизации терапии. Ну, вы знаете, что для больных и шемицкой болезни сердце имеет очень большое значение контроль частоты сердечных сокращений. И особенно, еще раз подчеркиваю, это для больных и шемицкой болезни, для больных сердечной недостаточности наиболее актуально. В новых рекомендациях, которые вышли в прошлом году по лечению больных и шемицкой болезнью сердца, не указаны целевые уровни частоты сердечных сокращений. Я думаю, что это все-таки не совсем правильно. Если руководствоваться более ранними рекомендациями, и американскими, и европейскими, в 2006 года, в 1999 году, там указано, что, назначая бета-адреноблокаторы, мы должны стремиться к частоте сердечных сокращений, как вблизительно 50-60 в покое и даже отменивших некоторых пациентов. И, безусловно, вот именно в этом диапазоне достигается антиоргинальный эффект бета-адреноблокаторов. Но, учитывая то, как мы контролируем частоту сердечных сокращений, по-видимому, бета-адреноблокаторы не могут быть единственным средством, которые мы можем назначать тем более ампулаторно и побочных эффектов, и бояснись, это артериальное давление пациентам ишемической болезни в сердце. Появился новый препарат, вы знаете, это препарат икопротин, он контролирует избирательную частоту сердечных сокращений, не влияет артериальное давление, не влияет на сократимость. Это блокатор байпер-каналов, который определяет ток ион этих каналов и наклон диастолической деполизации частоту потенциала действия, а, следовательно, и урежает частоту сердечных сокращений. И туда показано, что добавление и вопротинок бета-адреноблокаторов эффективно снижает частоту сердечных сокращений в покое и эффективно повышает толерантность физической нагрузки. Вы видите, вот это назначение дополнительных бета-адреноблокатов и вопротина практически в два раза повышается толерантность физической нагрузки. По крайней мере, увеличивается время до возникновения, педалирования, до возникновения депрессии, сегмента СТ. Более того, было показано в известном вам исследовании Бьютифилл, что у пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, у которых отмечается, у которых есть активная ишемия и есть стенокархия, вот именно у этой наиболее тяжелой группы пациентов отмечается снижение смертности и инфаркта миокарда комбинированной конечной точки. И в случае возникновения сердечной недостаточности. Мы проводили с Ивабродином тоже такое небольшое исследование, в котором регистрировалась не только его антиоргинальная эффективность по клиническим симптомам, но также проводили и велоэргометрию. И вы видите, как лечились эти пациенты. Такая же ситуация, как в регистре практически, да? Вот характеристика, очень похожая, возраст, инфаркт миокарда в анамме, зерооскорбализациях, очень похожая. То, что мы наблюдали в регистре. Вы помните, бессопровол, в исследовании пульса 5,5 мг и 52 мг, а в этом исследовании полное совпадение, практически цифр 5,9 и 57. Прошло 3 года, все равно дозы те же, исследования разные, и полное совпадение, практически, дозы. И вот, собственно, чего мы добились, добавляя и в обратил, караксан, к бета-дренаблокациям. Во-первых, более четкий такой контроль, более жесткий контроль частоты сердечных сокращений, снижение с 77, с 7 до 67, практически мы достигли тех уровней, которые рекомендованы больными шимической болезнью сердца. И для этого нам необходимо было назначать караксан, дополнительно той терапией бета-дренаблокациям, которая обычно проводится в облаторных условиях. Понимаете, в чем дело? Нам пришлось добавлять вот практически 15 мг в сутки, то есть это 7,5, дважды в 70% случаев. И, соответственно, мы отметили повышение толерантности к физической нагрузке, практически время до депрессии сегмента СТ на 1 мм увеличивалось на 2 минуты. То есть это, в общем-то, уже существенный и достоверный прирост толерантности к физической нагрузке. И небольшое заключение. Итак, необходимое лечение пациентов с из-за болезни сердца. Это, особенно в облаконных условиях, это более легкое достижение такое. Легче достигнуть целевого родича и сердечных сокращений. Это оптимальный конвой на протяжении лечения. Это уменьшение выраженности и ишемии, уменьшение симптомов с панакоми и снижение риска развития коронавтных явлений. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.